Среди лауреатов премии имени Нобеля за вклад в области укрепления мира есть всего два человека СССР – это Андрей Дмитриевич Сахаров и Михаил Сергеевич Горбачев. Первый президент СССР получил эту премию в знак признания его роли в мировом процессе. Другой лауреат этой премии – физик, теоретик, правозащитник и народный депутат А.Д. Сахаров, личность неоднозначная и сложная. Андрей Дмитриевич родился 21 мая 1921 года в семье московских интеллигентов. Его отец преподавал физику, мать была гречанкой, дочерью потомственного военного. Начал свое образование Сахаров дома, а школьное для него началось только с седьмого класса. В старших классах он посещал математический кружок при МГУ, но больше ему по душе была физика, поэтому в 1938 году он подал документы и был зачислен на физический факультет МГУ, который закончил с отличием. По распределению Андрей Дмитриевич попал в Ульяновск на патронный завод. Здесь он участвовал в модернизации вооружения, в том числе сделал устройство по контролю бронебойных сердечников. В 1947 году Сахаров стал кандидатом и был принят на работу в Национальный исследовательский институт МЭИ. С 1948 года по 1968 год в его жизни наступает новый, особенно важный период жизни, работа в группе по разработке термоядерного оружия, проектирование и разработка водородной бомбы, работа по управляемой термоядерной реакции. В этот же период он становится доктором физика, математических наук и примерно одновременно членом СССР. Его правозащитная деятельность началась, когда он начал активно выступать против испытаний ядерного оружия. В подобных вопросах Сахаров считал, необходимо исходить из конкретных нравственных критериев, а не абстрактной арифметики истории. Он был против изнуряющей гонки вооружений США, подвергался обыскам и даже публичным оскорблениям в советской прессе, за публикацией в New York Times по поводу сталинского террора, репрессий против инакомыслящих, он ратовал за отмену смертной казни, против ввода войск СССР в Афганистан, участвовал в процессах над диссидентами. В 1973 году в газете, правда, появилось письмо с осуждением деятельности ученого и правозащитника, авторами которого выступили коллеги Сахарова, члены СССР. Присуждение Нобелевской премии также было воспринято негативно. 22 января 1980 года Сахаров с женой Еленой Бонар был выслан из Москвы в Горький. Суда и официальных сообщений не было. Он был лишен государственных наград и званий. Здесь он провел 7 лет, продолжая печататься в зарубежных изданиях. В качестве правозащитных акций Сахаров провел 3, голодовки длительностью 17, 26, 178 дней. Во время последней его приходилось насильно кормить в больнице, но после выписки Андрей Дмитриевич продолжал голодать. В 1986 году он возвращается в Москву после личного звонка Горбачева. В 1988 году Сахаров впервые покидает СССР для встречи с видными политическими деятелями – Тэтчер, Рейганом, Миттераном. В 1989 году он становится народным депутатом. Его выступления производили неоднозначное впечатление на всех присутствующих, но многие его идеи и мысли были правильными. Также Сахаров участвовал в создании новой Конституции СССР. Это был его последний проект. 14 декабря 1989 года у Сахарова неожиданно остановилось сердце. Он умер дома в своей квартире.